Звезда Канопус над горизонтом зашла, целебную силу в воде принесла. За две недели до осеннего равноденствия, согласно тибетским и индийским ведическим традициям, наступает баланс пяти первоэлементов. Это время, когда тибетские целители, ремесленники, шаманы направляются к водным источникам, чтобы запастись особой водой. Именно она требуется для магических и целительных составов, изготовления особых масок и амулетов. Запасаются водой и обычные жители при гималайских территориях. Тибетцы верят, что в это время вода приобретает 8 благ, 8 достоинств, становится легкой и чистой, сладкой и мягкой. Индусы определяют время магической воды по восходу звезды-мудреца Агастия, Риша Агастия, называя ее очистителем вод. Ее восход совпадает с окончанием сезона дождей в Индии и успокоением вод в Индийском океане. Кстати, звезда носит астрономическое название Канопус, но на российской территории ее никогда не видно. Но с этой белой звездой связаны немало потрясающих историй и обрядов. Одна из них связана с тайной звездного корабля. Мы обязательно обсудим ее на одном из стримов на Босте. Ну а пока хочется напомнить, что настало время посещения водных источников, принятия лечебных ванн и приготовления целебных составов и настоек. В тибетском календаре одним из сильных благоприятных дней для этого будет 11 сентября. Это день Будды медицины. Конечно, данные по целебной силе вот в указанный период несколько отличаются по обрядовым календарям в зависимости от традиций. Так, в древнеславянских обрядах магическими свойствами считались воды за семь дней до и семь дней после дня осеннего равноденствия или начала Велесеня, месяца, посвященного богу Велесу. Но можно сказать, что как вариант 16 сентября вода будет считаться особой практически во всех традициях и течениях. Используйте силу вод по своим убеждениям и традициям. О легендах загадочной белой звезды, таинственных находках, исторических фактах и обрядовых традициях, с нею связанных, мы поговорим в ближайшее время на Бусте. До новых встреч!